Насколько нехорительственная организация угрожает безопасность странам-членам организации, договора ответственной безопасности, в чём представляется эта угроза? И не кажется, что Россия, используя инструмент ДКБ, навязывая другим странам-членам организации усиливать контроль над МПО и надежной законодательным странам? Мне это не кажется, потому что Россия просто не может так делать. У вас абсолютно независимый парламент и ещё более независимая исполнительная власть. Я скажу очень самостоятельно приедем на Курдистане. Я не думаю, что кто-то из этих трёхных властей позволит давить на них или каким-то образом использовать ту или иную организацию или просто возможность давления для того, чтобы там какие-то проводить свои линии, я просто вы исключаю. Мало того, вся организация ориентирована на абсолютно самостоятельную деятельность всех членов её. Я, может, вы напомните, но в контексте вашего вопроса, когда кто на кого давил, для того, чтобы добиться какого-то решения. Я могу сказать, что десятки проектов мы не можем реализовывать или отказываемся от них в сфере безопасности, только потому что одно из государств против них. Это говорит о том, что у нас, в отличие, кстати, от наших партнёров на Западе, где-то там старший брат сказал, или как в Вашингтонском партнёре сказал, и все подчинили. У нас действительно принцип консенсии работает, и работает очень правильно и очень эффективно. Теперь насчёт НКО. Я не заявлял, во-первых, в Бештеке, потому что там не было уже несколько месяцев, это их было в Москве. Во-вторых, я действительно говорил, что с НКО надо дружить. И я помню этот ответ, например, на такой же вопрос, вы, наверное, его списали. Вот, что вот там НКО и прочее. Я считаю, что НКО занимает свой сегмент в сфере обеспечения стабильности, особенно стабильности безопасности государства. Поэтому мы стремимся поддерживать контакты, мы проводили даже такие встречи с некоммерческими организациями, которые специализируются или на чревечайных ситуациях, или на вопросах безопасности. И такие встречи мы проводим. Я считаю, что мы должны действовать в координированной, и, самое главное, в одном направлении. Но я же понимаю, что в некоторых странах, и опыт Украины нам дает основания об этом говорить, НКО используются в качестве тарана для того, чтобы дестриализировать обстановку или создать определенный флаздарм для дестриализации обстановки государства. Это, к сожалению, есть, и это этим очень активно пользуются наши партнеры, особенно НКО, которые финансируются ими, то есть из их ладоней. И, к сожалению, это практика сегодняшняя деятельность. Почему мы должны на это закрывать глаза? Только потому, что это кому-то не нравится. Мы не можем этого делать. Мы видели, как сносили на Майдане власть. И кто это делал? И кто готовил, так сказать, эту цветную революцию? И какими рычагами пользовались те, кто осуществлял этот план? В числе этих рычагов были НКО финансируемы в Соединенных Штатах Америки и другими странами. К сожалению. Но еще раз говорю, что НКО мы рассматриваем как партнеры в сфере безопасности.